В Раменском Центре развития творчества детей и юношества «Тополёк» начался набор детей на новый учебный год. Ребят ждут разнообразные занятия. Ознакомиться со всеми подробностями и расписанием можно на официальном сайте new.dob.mosrek.ru Раменский Центр творчества набирает ребятишек в возрасте от 3 до 18 лет по 6 направленности. Это художественная направленность, техническая, естественно-научная, туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-педагогическая. В каждой из этой направленностей очень большой спектр объединений, то есть программ, общеразвивающих дополнительных программ. Директора Раменского Центра творчества Наталья Ушкова рассказала нам, что в Топольке открылось несколько новых секций и на работу приходят молодые специалисты. В этом году мы открыли новые объединения, это изо-студия «Палитр красок». К нам приходит на работу молодой специалист, мы чему очень рады. Также мы открыли лего-конструирование для детей в возрасте от 5 лет, тоже приходит молодой специалист. Мы стараемся привлекать в наше образовательное учреждение молодых специалистов, которые принесут что-то новое, может быть, инновационное, яркое. В Топольке детей ожидает множество разных занятий. Среди них ряд крайне полезных и развивающих. Например, объединение модной штучки. Здесь дети и подростки занимаются лепкой. По мнению руководителя кружка Елены Алексеевой, развитие мелкой моторики очень важно для ребенка. Чем лучше развивается моторика, тем лучше они и усваивают материал школьный, и тем более творческими они личностями становятся. И поэтому, где-то начиная с 6 лет, уже ребята занимаются у нас в объединении, начиная с обычных созов слепки, а уже более старшие ребята. Почему у нас кружок называется модные штучки? Потому что ребята начинают лепить украшения. И украшения не просто так, а именно украшения для мам, для бабушек, для себя, любимых. Потому что это, в принципе, может дать и дорогу в будущее. Алена Алексеева подчеркивает важный факт. На занятиях в кружке ребята могут сделать по-настоящему уникальные украшения, в которые были вложены труд и душа. В Центре Творчества есть фольклорный ансамбль «Росонька». Там ребята могут научиться играть на разных музыкальных инструментах, овладеть театральным ремеслом и больше узнать о культуре нашей Родины. Во-первых, мы учимся петь, мы учимся танцевать, мы учимся играть. Мы играем на разных инструментах, такие как свирель, рожки, гармошки, балалайки. Мы учимся театральным постановкам, у нас очень большие праздники, фольклорные праздники. Рождественские калятки, зеленые святки, осенины. То есть дети приходят и действительно занимаются творчеством. Участники фольклорного ансамбля регулярно выступают. Они дают много концертов не только на территории России, но и за границей. Все дети выступают на концертах, участвуют в конкурсах. У нас очень много конкурсов, мы катаемся по всей стране. То есть очень много были в разных-разных областях, и также за границей были и в Болгарии, и в Турции, Минске, Белоруссии. Ну, а естественно, Россия, это Великий Новгород, Казань, Устюг. Ну, много-много, перечислять очень долго. И какой педагогический аспект? Самое главное, то, что человек развивается. Подобные занятия проводят не только в центре Тополёк, но и на множестве других образовательных площадок. Помимо программ, реализуемых на базе нашего центра, мы также предоставляем возможность ребятам заниматься на базе школ своих. Это значит, что дети после занятий по основным урокам в школе могут остаться также на своей школе и продолжить обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Напомним, что записать своего ребёнка на танцы, вокал, изобразительное искусство и многое другое можно на сайте new.dob.mosrec.ru Сергей Григорьев и Сергей Дружинин для программы «Городские вести». Продолжение следует...